привет уважаемые друзья сегодня у нас опять компания метабо в гостях и в лице романа тренера по продукту попробуем вам немножечко рассказать про топовые шуруповерты из линейки метабо серия ltx чем они отличаются от остальных зачем они нужны и нужно ли вообще на них обращать внимание как в них разбираться я например как обыватель подхожу смотрим шуруповерты как шуруповерты есть на что понимаешь это маленький средний но этот большой с ручкой а для чего какой и зачем и нужен ли он вообще и почему я должен свой старый интерскол выбросить на помойку жизни купить ваш шуруповерт всем привет начнем наверно самого начала поле слишком много вопросов задал как баян во-первых количество количество инструментов то есть грубо говоря виды шуруповертов зависит от того какую работу выполняете ну например там с вами тяжелая эти длинные всяких керамогранитов плиточниками рады что есть там кое-кого универсальные коронки расплавные которые можно и кирпичи керамогранит и тому подобное машинами с мягким крутящим моментом до 30 там ньютонов это делать тяжело по 30 ньютонов эту цифру которую никто из вас не видит потому что она маленькая всех правил на ценниках что пишут на крутящий момент жесткий все правильно на жестком никто не работает этот момент перегруза на резьбовом соединении это показываю покажу если хотите соответственно поэтому для небольших работ то бишь связанных с небольшими отверстиями с небольшим крепежом существуют три класса это л-бл или просто л-ка как в данном случае это одна и та же машина только разница в типе привода а что-то велосипедный да тут брашлис тут обычный но если мы уже занимаемся какими-то тяжелыми работами а в сочи как ребят вы знаете льда не бывает тяжелая жизнь тяжелая жизнь да мы без льда живем без льда да то есть у нас в россии только в бокалах у нас лед бывает два шуруповерта серии ltx обычным двигателем были они достаточно популярны у рубаков тем более они идут в т-артикулах с одной батареей то есть и тот и тот давай добавим ребята что такое т-артикул артикул он обычно из цифр да созданного есть буква т это акционные позиции их сейчас порядка десяти до 10 позиции есть позиции они реально по очень хорошей цене и в том числе есть ltx вот эти шуруповерты привет около 15 тысяч рублей они вот с этим акб идут а если брать два акб плюс ну то есть классическую варианте классическую она over 30 стоит да вот это начинается от 20 его говоря 6 2 по 4 заряд но если мы берем вот с такими аккумуляторами с такими это за 30 но рационально присмотреть себе вариант взять тем более такая версия с батареей 5 и 5 вот такой она 17 пол стоит да вообще халявы целый день просто берете за 17 шуруповерта 1 кб отдельно к башку за 5 рублей докупать и да можно на маленькую такую купить она стоит в общем если все-таки остановиться на этих всех машинах то lbl маленький отделочный класс крепеж 8 на 300 вот я бы его взял бы такой знаешь что для небольших ремонтных работ если стройка офигенская где-то можно будет бурить сверлить лучше даже с ручкой уже брать вариант плюс перемешивать соответственно какие-нибудь там растворы и так далее давай вот эти мы три уберем подробнее секундочку смотри вот эти два отличаются только тем что здесь съемный патрон правильно то есть это тоже не подожди это лтшка а это лтшка ну давай людям объяснить что такое лтшка вот эти понятно два это хорошо щеточная бесщеточная она очевидно что меньше а это вот чем от и матрицать вот во первых у нас два завода делаешь вот все что грубо говоря вот вот отсюда до чаялья были даже чая на идет наш собственный завод это уже в китае дальше как он бесщеточный он собирается китай почему потому что ну блин дорого вот начинается лтшка лтшка с обычным патроном не быстро съемным с батареей 2 ампер час она по идее у тебя должна стоить при этом около 17 тысяч рублей но она модель дюрмани уже идет у него в чем отличие от этих есть мягкий момент 25 нет но здесь 34 жесткий здесь 50 и 60 здесь тоже 60 эта модель сейчас обновится она будет уже идти чуть попу за эти чуть покороче мы ждем сертификацию как обычно вот это переходничок между малыми большим нюанс дарус допустим в ассортименте гостей прошлых твоих красного цвета у них есть модели на филл никто не знает чем это отличается от брашли с обычного который есть у всех фил так названием названием вот здесь грубо говоря и они признали что американцы любят на всякую херь свое название придет а почему модели у них когда как у китайские автомобили 2202 12 что это за модель в европе поэтому на 8 блдд какой-то там тоже до американцев только название модели циферное а вот маркетинговые названия не выдумывать на такие правильно ночи там у них наш на маркетологи не наняли на на артикула не наняли маркетолога просто нюансы которые связаны с работой этими машинами но есть маленькие опять же ограничения есть момент на муфта опять же мы работаем как крепежом с небольшим мы же не используем режим сверления ранее мы ограничиваем крутящий момент с помощью так скажем в кавычках трещотки более такого народное название а здесь сидела и логика 07 8 ньютонов то есть у нас уже если он может на двадцать третьем положении момент на муфта завернуть крепеж больше чем вот эти эльки но самое интересное начинается когда режим сверления включаешь первую скорость до режим от заворачивания включающим сверления получается ты можешь завернуть крепеж больше чем эти или такой же как они там 6 на 120 вообще не чуют 8 на 300 и тому подобное он намного легче заворачивать на тома шель машина без доп рукоятки пусть им жесткий крутящий момент послушай а если посмотреть на желтый то 791 получается аналог лтожка в желтых когда он будет обновляться он уже обновлен мы не можем получить только сертификата потому что самолетом в германии летают для тех кто не знает сертификации производится везут наши сертифицирующие органы на голову и германия их там набухивают ну и вася ну что это моя версия я не знаю ваши просто но я предполагаю что там развлекательная программа реально германская немецкая сборка лучше чем китайская да нет там разницы контроль качестве совершенно другой чем в китае ты там примерно типовые задачи выполняются процесс сборки он тот же самый что но я не знаю вот на метабовская вот как скажу по-бошески были перфораторы гбх-224 германской немецкой сборки германская же неправильно говорить на немецкой да так вот и и когда вот по них поменяли не немецкой они были точеный красивый кикай вот ты берешь руки и кайф блин пришли китайские короче ну блин начиная с чемодана кончая перфоратором ну реально в руки берешь чувствуется что дешман говно ну дешма хотя он реально работает нормально он не ломается но вот это все в мелочах ты такой а это не это не ты видишь да большинство людей если человек не видел своей жизни немецкий он на и на другой стороне сделаны посмотрит изделие и как бы разницу не видит если мы посмотрим с вашими перфораторами да кстати что ты на бош переключился с китайской сборки с немецкой я не помню модель 228 называется 2460 вот они реально тоже качество очень сильно отличаются немецкой сборки ну где-то так скажу что в следующем году у нас вообще вся линейка китайских фраторов поменяется а китайский поменяется она расширится углубится это смотрели вот давай вот просто по детально у полимеры одинаковые используются что в китае что в германии это стекло наполнен нейлоны это термопластиколостомер далее что у нас идет сверлильный патрон на немецком вот он квиковский он идет сделан у нас в заводе это не риом это мы сами делаем а риом как и тоже хороший патрон и риома мы делаем ее что-то покупаем безусловно у нас есть собственный цех он небольшой допустим план этого склада там сюда слушай а там вот этот вот патрон он реально надежный то есть у него есть по нему отказа чтобы он ломался естественно ломают все почему потому что я вижу сервисе просто в грязи весь выживание дать выказать нос согласно закона защите прав потребителей до любого покупателя технического сложного изделия есть две недели на то чтобы если он обнаружить случай там каких-то поломок еще чего-то вернусь обменять ты понимаешь что если люди которые могут купить и сами сломать кое-что это очень часто бывает николай поэтому чтобы возводить этим правом технически сложным изделиям необходимо обратиться сначала не магазин а в сервисный центр авторизированный по этим машинам чем отличаются от этих все-таки надо подытожить дам это ограничение крутящего момента механическая 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 электронная электронная электронно бытует мнение что электронное ограничение крутящего момента намного хуже справляется чем механическая и точность его далеко отстает от механики механика дает постоянно одинаковое качество а электроника постоянно разное значение то есть не можете один тот же шруб загнать несколько раз под разным а хотя все равно заготовка, тоже материал нет. Вот ты же говоришь, а додумываешь. Я только хотел ответить. Я только раз спросил и сам ответил. Смотри, во-первых, как работает электронная моментная муфта у всех существующих производителей, по-белорусски скажу, сушивших. Она работает каким образом? Примитивным. Есть механические системы, то есть, когда двигатель у тебя с коллектором, стандартный, щеточный, у тебя возбуждение обмота крота раздается угольными щетками, тут 4 их стоишь. Ну, я понял, на плану получается нагрузка идет. Есть, соответственно, электронный двигатель, то бишь, это брашлик, бесколлекторный. У тебя возбуждение статора, электроника создается. Где точнее муфты будут? Естественно, брашлик. Как она реализована? Только европейцы реализуют эти колесики, чудные, то есть две фирмы, по сути, да, то есть это метаба и кастом. Всех остальных оставлен, потому что все остальные, это компании, работающие в американском рынке, оставлены. Визуально та же самая муфта механическая, но тут стоит контактная группа электронная. Ага. Ты знаешь, но это как-то больше привычнее, то есть ты вот, когда с детства открутил эту педалечку, да, и уже подрос, и тебе раз ее оставили. С другой стороны, да. Ну, ты уже к ней... А, блин, ты... Размер не уменьшается. Я опять, что это, как, куда, такой ты там еще смотришь, а тут уже раз удобно что-то настроить. Есть два нюанса. Во-первых, габаритные размеры, габаритные размеры. В данном случае, если эту машину снять рукоятку, рукоятка есть защита, если мы ее снимем, то есть мы поставим еще вот такую вот обманку, да, то есть, соответственно, и увеличится длина самого инструмента. Ты же редуктор, ты либо редуктор должен уменьшать... Вот, кстати, обманку сделали очень большую здесь, ее можно раза в полтора точно меньше сделать. Там ход пружин, ход втулок, там меньше что-то не сделать. Но это механика, понимаешь, что нет. Я же говорю про электронику. Не, меньше сделал. Не, электронику, да. Второй ему косяк, электронные моментные муфты, когда ты имеешь внешний вынесенный наружу регулятор... Давай, присяду, ты так долго рассказываешь, но... Ты можешь регулировать момент, смотри, я вот включил инструмент, я его регулирую. Ты скорость регулируешь? Вот я это, они завесаны друг на друга, что у всех производителей, когда ты даже тут крутишь, крутящий момент меняешь, у тебя меняется скорость, только ты не можешь делать это на ходу у тех производителей, у которых вот здесь электронная мунта моментная. Только остановив полностью машину, настроив, поехал. А когда ты крутишь крепеж, тебе хочется побыстрее, да, то есть это все сделать. Поэтому здесь оставлена возможность сделать на ходу. Слушай, а когда у вас она опирается, она пикает, как на фистуре, нет? Да. А ну покажи. Ну, допустим. Вот у нас 6 на 120, канадированный шуруп. Оп. Видишь, пищит? А, пищит, да. Все. Ну, так нормально. То есть ты можешь подобрать непосредственно по месту, что тебе надо конкретно. То есть электронная муфта, на самом деле, только на микро шурупах можно сдавать сбои в данном случае. В текущий момент, насколько электроника установлена только в серию LTX. То есть у вас нет электронной моменты муфты в других сериях шуруповертов. Почему? С чем это связано? Ну, просто, наверное, денег. Стоит денег? Естественно. Ты же должен прописать программу. Это труд людей отдельно взятых. Просто многие не догадываются, что каждая какая-то фича, появляющаяся в инструменте, она стоит денег. Ее проще сделать и не нравится, и клепать годами, не меняя практически. Ну, оболочку можно менять, а саму суть оставлять прежней. Например, там многие фирмы, они имеют патентованные там редуктора, запатентованную, определенную какую-то схемотехнику, да, то есть они, в принципе, повторяют из года в год в новых мобильных рядах, изменяя, грубо говоря, только одну деталь, это двигатель. Делая его больше по диаметру, меньше, длиннее, короче, то есть тут можно уже играть. А сама механика имеет патент на количество, допустим, там, сателлитов. У нас работает свой отдел электроники, они пишут сами программы, да, то есть у нас вот это все программируется самостоятельно. Если нам нужно работать восьмерками, десятками, разной длины, 400, 300 и так далее, есть вот глухари. Вот глухари заворачивать, вообще, глухари, а сантехнический крепеж, он вообще заворачивается в готовое отверстие. Слушай, а почему ты вот сейчас на глухари, да, сейчас же вроде в основном вот этими вещами, да, с патентом? Я хочу сказать, что им не надо заворачивать его шуруповертом, даже импактом, когда вы заворачивали, гайковертом. У вас заходит нормальная только резьба. Далее, когда тело начинает заходить, оно больше диаметром, нежели сама резьба, видишь, уже он стерся. И начинается дикое сопротивление древесины, в отличие, там, от бетона, оно дает больше сопротивляющей способностью. И у гайковерта происходит перегрев ударной части редуктора. Хорошо, а чем это говно заворачивать? Во-первых, нужно сначала отверстие просверлить, и заворачивать его лучше гайковертом в отверстие, в отверстие готовое. А это не надо сверлить? Это не надо, а это именно универсальный саморез по древесине. Он имеет, этот уже потерся, старый, тяжело заворачивать, потому что нет, стерлась. Сверлышки, да? Сверлышки, да, стерлись. А вот, допустим, вот этот уже, ну, конечно, это не спакс, это какая-то вики. Вот он, резец, раз. Тут у нас спиральки правильной формы. Это резец, который нам расширяет полученное отверстие для того, что у нас в тело заходило легче. И оно же, вот это вот, резец, является фиксатором, потому что здесь остается мелкая такая... А это шпакс? Нет. Ну, это типа шпакс, это китайская копия уже, все. Вот эти маленькие дрели-шуруповерты 18-ти вольтовые, они, вот их может быть и завернут 1-2, но на пределе всех возможностей. Чего ты, я пауэрмаксом их заворачивал? Я знаю, но это ты в перегруз дичайший загонял, он мог в любой момент сгореть, и это было бы совершенно нормально. Это перегрузка. А тут нормально, Николай. Вот эти шуруповерты, им зачем нужна вот эта дополнительная рукоятка, да? Для того, чтобы ты мог двумя руками уже контролировать инструмент при заворачивании достаточно огромного, по-русски урожайству, большого крепежа. Это раз. Во-вторых, механическая часть, двигатель исподобран именно под работу максимально универсально, плюс с такими вот тяжелыми соединениями. То есть, соответственно, соединить две балки. А есть версия, которая оснащена еще дополнительно, может оснащаться либо отдельно, либо в комплекте. Можете вот такой редуктор планетарный. Power X3. Зачем он нужен? Он повышает крутящий момент. Здесь находится планетарный редуктор. Там себе можно разобрать, показать. Он увеличит крутящий момент в три раза. Мягкий. Это вот, допустим, дрель и шуруповерта. Но снижает внешние обороты. Здесь на шпинделе будет в три раза меньше оборотов, нежели здесь. Если здесь, допустим, там 600, то здесь будет 20. Коробка передачи, одну передачу, да? То есть, там, с высокой, с первой. Серии LTX нужны для того, чтобы выполнять работу максимально универсально. И сверлить, зарачивать большой крепеж. Ультрабольшой крепеж. А миксером можно работать как миксером? Можно, только на правом вращении. А почему на левом нельзя? Левый – это реверс. Это кроковременная работа по выкручиванию. Блин, он же бесчеточный. Какая хрен разница? Большая, токи по-другому протекают через вейтронику. Нельзя на реверсе работать. А на реверсе можно выкручить такие большие шурупы? Можно. А почему крутить нельзя? Может, ты по готовому уже отверстию выкручиваешь. А когда закручиваешь, то закручиваешь цельную древесину. А абсолютно разные нагрузки будут. Второй момент. Если у тебя обычная дрель-шуруповерт, на реверсе ты можешь нечаянно перетянуть винт крепежный патроном с левой резьбой и оп, отломить. Что делают наши рыбаки, но там продымпульсная нагрузка происходит. Блин, чтобы винт переломить, я ни разу такого не встречал. Мы встречаем это в зимний сезон очень часто. Беру дрель-шуруповерт вот это, либо вот это. А что, там такой вот штукой, что ли, сверлить? В 130-м, понимаешь, все зависит от чего очень много, это само шнека. Если в рыбу попадешь. Нет. Как у ледобура смонтированы сами себе ножи. Если ножи являются продолжением спирали снегоотводящей, шламаотводящей, то все нормально в воду входит. Даже обычный с левым вращением. Но мы рекомендуем использовать именно ледобуру, который с правым вращением. То есть он же с подправой сделан. Заворачивание вправо, по часовой. Вот так делается машина, вот ты лед сверишь. Сороковка. Да. Черные, любимые всеми. Дерьмовые саморезы, они реально некачественные. Не знаю, продаются вагонами. Ну, кстати, да, срабатывает достаточно адекватно. Вторая скорость. На второй скорость момент ниже, чем на первой. Включаем первую. Положение все тоже оставить. А он сейчас будет глубже закручивать или нет? Он сейчас сюда. Он медленнее это будет делать, но... А, ну все понятно. На механической у тебя от скорости ничего нет. Вот, я вот поэтому и говорю, что здесь, видишь, сложнее получается. Но диапазон-то регулировки крутящего момента здесь шире. Здесь у тебя он на первой и на второй скорости, в данном случае, от 0,7 до 8 ньютон-метр. Все, ты больше не можешь. Дальше, если хочешь закрутить какой-то большой крепеж вот этого типа, да, то должен врубить режим сверления. А с другой стороны, ты можешь просто на одном выстрел, здесь момент один, ты можешь или быстро это заворачивать, если у тебя он тянет, или ты медленно держишь, если он тебя не тянет. По поводу быстрого заворачивания. Правильно. Молодец. Показываю. Когда мы работаем на второй скорости и пытаемся крутить крепеж, как правило, допустим, сымитируем, что это не квик шуруповерт, и ставим сюда вот, чтобы инерции побольше была, ставим сюда битдержатель. Включим вторую скорость, и мы услышим характерные сейчас. Тут 2100 оборотов вторая. Подожди, щелчок. Слышишь? Ну, это отстрелы. Это не отстрелы, это срабатывает блокировка шпинделя. Ну, я понимаю, так и называю его отстрел. 80. Электроника же ослабляется, правильно? Если 80 раз вот так сделать. Открутится патрон. Ослабится. Да. Даже самый дорогой, самый навороченный, он ослабляется. И бывает выпадает. Делай 79 раз и подтягивай патрон периодически. Это я знаю, что так надо делать. А вы знаете, что так надо делать? Нет? Клиенты наши с тобой знают? Нет. Они приходят, ай, слушай! Как ты емко прессовал своего клиента. Это я со стороны слушал. Это не ко мне приходили. Я же ничего не продаю. Здрасте. Поэтому на второй скорости нужно сверлить. Я понимаю желание быстро заворачивать крепеж. Но, ребят, ну, когда вы заворачиваете метис с высокой скоростью, неударным импактом, который еще подстукивает, да, а непосредственно вот на 2000 оборотов вы туда загоняете, он дико нагревается. Он плавляет нам, соответственно, древесину. Ладно, это сосна. Он склеится. Хрен бы с ним. А если это другой какой-то материал? Это не сосна какая-нибудь. У вас крепеж неправильно закручивается. То есть он будет иметь какую-то свободу. Свободу хода. И может, ну, если там еще не было вибрация какая-нибудь, не знаю, фасад какой-то. Все это отвалится. Смотри, моментная муфта. Чем она универсальна? Берем уже 308 на 300. По типу тех, которые ты крутил. Вторая скорость. Здесь 2050 оборотов. На десятом положении, по идее, должно быть где-то в районе 10 ньютон минус 11. Вот. Точная инфа. В инструкции, к сожалению, не написано. Здесь указан только диапазон. Мало! Видишь? Он урубается. То есть нам нужно режим сверления включать. То есть максимально на второй скорости. Защита. Уже перегруз. То есть так работать не надо. На первую получается. Переходим на первую. И дозаворачиваем. Да. То есть при этом, видишь, неудобно одной рукой его удерживать. То есть надо за батарею лучше держать. При заворачивании такого огромного диаметра, как 8 мм на второй скорости, более 100 градусов разогревается метис. Там все это горит. И он приходит в негодность. Видишь? У него уже сколько раз им делали. Он стал уже цветом металла. А должно быть покрытием надереванным. Еще один нюанс, который есть у электроники именно метаба и у наших всех партнеров, для кого мы делаем машины. То есть еще один нюанс. Я могу заворачивать. А для кого вы делаете? У Мафова это есть. У Фишера еще наши инструменты. Вот. Я могу заворачивать весь этот огромный крепеж, весь этот метис на минимальных таких оборотах. Я могу вот так работать. Неудобно, конечно, но на минимальных. Ну, в общем, у него хватает дурить, чтобы так. Здесь именно как происходит, несмотря на то, что я совсем чуть-чуть нажимаю в отвечатель. Опять же, ты правильно отметил, когда, помнится, в каком-то давнишнем ролике, обратил внимание, что у нас есть вот ход кнопки. Вот смотри какой большой. На перезапуск. Ну, грубо говоря, половина хода, ничего не происходит в кнопке. Это в чем особенность заключается? Во-первых, я вот так работаю. Здесь тоже половина хода кнопки нет. Тут находится контакт внутри кнопки. Она же на пинах лисит, она отдельно, 540 рублей стоит. И чтобы запустить непосредственно, должен прожать. И пусть плавный пуск, бла-бла-бла и тому подобное. Плюс, во время работы этот свободный ход, при заворачивании крепежами нужно аккуратненько его дожать, чтобы мне что-нибудь там не отхлебнуло, так по-русски выражаясь. Тихонечко-тихонечко-тихонечко-тихонечко могу дожимать. Сейчас вот он усиливает, дает сумасшедший. Попробуй вот. Скажи по разу, другие производители такого могут делать или нет? То есть на большой нагрузке, именно на медленных оборотах хочешь работать? Не получается. Либо защита срабатывает, либо ты должен прожать полностью. Или быстрее обороты дать. Ты либо должен, когда чуть-чуть нажимаешь на конкурентов, у тебя защита срабатывает, на чуть-чуть нажимаешь. А когда резко нажимаешь, у тебя тум. А она херачит, да. Вот как бы самый главный аспект. Жалко, что у нас ничего под рукой. Сравнить можно было. Это ты можешь сделать так. 2012, как это называется? Не знаю, я не взбираюсь. В лифанах. Например, вот дым пошел. Тоненько. А если мы с тобой возьмем, например, вот эту штуку. Это агрессивный. У нас уже есть отверстие. Я не зря его тут посверлил. Это понятно технологически. Соответственно, вот этим вот, вот так напрямую, можно его заворачивать только в сугубо ультра рекламных целях, которые к реальной жизни отношения не имеют и тому подобное. У данной дрели шуруповерта максимальный крутящий момент 60 ньютонов на метр. Используя вот этот усилитель, мы получаем 180 мягкокрутящего момента. Вот он там, да? Теперь нам что нужно сделать? Открутить. И потом его запахло. Теплый? С полового градуса. Давай сейчас теперь эти сто два градуса. Еще раз охладим древесину. Теперь без засверления заворачиваем. Соответственно, перегруза на шуруповерте не было. Если мы посмотрим, сколько он потребляет, то он потребляет в районе 40 ампер всего лишь, да, в такой нагрузке. Если без этого насадки крутить, то он будет потреблять по 180 ампер. И не завернет. О, сейчас он подгорячее стал. 128 градусов. Саморез. Что-то 200, да? 130. Да не, не правда? Прикурим пень. Хватит. То есть, по сути, я могу любой глухарь этим адаптером завернуть и... Разжечь огонь шуруповертом. Спасибо большое, что посмотрели наш ролик. С вами был компания Папа Карло, Николай и Роман, компания Metabo. Может быть что-нибудь интересненькое, когда нам подъедет с Германии новая посылочка, партия. Да, мы, я думаю, еще попробуем в коллаборации совместной протестировать непосредственно у нас в студии. Было бы интересно. Да. Ну а сегодня, я думаю, вы узнали немножко больше про шуруповерты серии LTX. Эта информация для вас будет полезной. Во всяком случае, для меня она была полезной. Спасибо. Пока. Всем пока. Вот, я к чему мы так долго болтаем? На самом деле, мы показываем. Воду с пидными дрожжами пьем. Да и чем? Это что вырезать будет, мучиться человек. Всякая дрянь. А мы это потом назад вставим. В бакстейдж? Да, да, вставим. Воду с пидными дрожжами. Зачем? Тут на пива не хватает, блядь. В общем. Нет. Ты же знаешь, наши тесты проплачены нам, кто проплатил. Я почему-то еще на Мерседесе новом не едешь или на BMW. На старом езжем. С дырями колесами. Глушак заварил, уже задолбал. В принципе, в Германии сборка, почему? Она оригинальная. Собственный завод. Ты там был. Ты когда отвечаешь, сейчас вниз смотришь, значит обманываешь. Я могу смотреть куда угодно. Я могу вообще глаза закрыть. Врать тяжело. В немецкой сборке лучше должна быть. В чем, например? Во-первых, там запах стоит в Германии. Внутри. Это уже лучше, чем в пивной. В пивной, да. То есть смотрел, когда тип, короче, из пакета он, блядь, досовывает. В мясорубку пакеты, ты-ты-ты там, короче, он прогоняет. А потом на выходе, да, в шуруповерт метаба получается. Нет, я беру ли там такую? Закон ЗОПП, есть такой закон. Букву ЗНОЖЕН. Да? Вот. Я думал ЗПП, заболевание передающихся половым путем. Ну кто о чем думает? Ты где былся к вечеру? Сегодня же не было еще такое утро, блин. Ой, ужас. Потом можно, потому что на час, бэкстейдж на час запихнуть, короче. Про патрон хорош, про патроны, про гондоны, про патроны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok